Олег Токтаров прибыл на торжественное открытие фестиваля и приветствовал участников. На столике судейской коллегии был установлен бокс для сбора средств пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке. Сами спортсмены, тренеры, гости фестиваля, представители Федерации смешанных боевых искусств оказывали посильную помощь. Олег Токтаров заверил всех, что средства уйдут адресатам сразу же после окончания фестиваля. Федерация также внесет свой вклад. То, что миссия такая, вот именно помочь детям, это очень важно. Вы знаете, коммерческие турниры проводить любой сможет, это просто. Их на каждом углу, каждый день полно. А вот заниматься детьми, это неприбыльное дело. Это, если сердце подсказывает, надо делать. И у нас дети-то особенные. Но мне нравится, что дети чувствуют, что мы живем в одной стране. То есть, если будет нужно помочь детям Анапы, я уверен, что все, кто приехал из других регионов, они первые поднимут волну, чтобы помочь своим друзьям. Участники фестиваля, конечно же, спешили пожать руку на удачу в бою и запечатлиться на фото с прославленным актером и спортсменом. Олег Токтаров провел более 20 боев по смешанным единоборствам на рингах Америки и Японии и ни разу не потерпел поражение болевым или удушающим приемом. Это второй международный фестиваль для детей и юношей 94-го 2002 года рождения. Первый фестиваль прошел в прошлом году в Москве. Выбирая новое место для проведения, организаторы остановились на Анапе. Выбрали зал спортивной школы номер один. Не было проблем и с размещением участников. Так что, возможно, фестиваль смешанных боевых искусств получит постоянную прописку в нашем городе. Тут громкие турниры проходят, РСБИ проводят, юношские игры по неолимпийским видам спорта. По кикбоксу недавно прошел Даймонд Куб, достаточно уже тоже закрепившийся турнир. Анапа, мы считаем, как бы благоприятное такое место, где удобно проводить такие мероприятия. Около 200 участников представляют 15 команд. Им предстояло сражаться в миксфайте, шутфайте, таксинг-рестлинге. Более всего спортсменов еще совсем юных, но уже с опытом выступления на чемпионатах представил Краснодарский край, Ставрополье, Республики Кавказа. Все средства от Международного фестиваля смешанных боевых искусств пойдут пострадавшим от наводнения. Лариса Басова, Артем Зибров, Анапа-регион.